Всем привет, друзья! Меня зовут Ирина, я профессиональный визажист на YouTube, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем выпуске я запускаю обновленную серию уроков по макияжу с названием «Сам себе визажист», в рамках которых я научу вас краситься, разбираться в косметике и самостоятельно, без помощи профессиональных визажистов, создавать себе красивые, ухоженные образы на каждый день. Если вы, как и я, не принимаете тренды на искусственный плотный макияж и считаете, что косметика создана для того, чтобы подчеркивать наши природные достоинства, то мы обязательно подружимся. Наше первое сегодняшнее занятие будет в большей степени теоретическое, и я хочу поговорить про подготовку кожи лица. Как найти тот самый идеальный тональный крем, который не подчеркнет морщинки, не забьется в поры, не вызовет сухость, раздражение, ощущение стянутости или ощущение маски на лице? Как найти тот идеальный тон, который будет лежать на коже гладко, ровно, и он будет подчеркивать твою кожу? На самом деле, вот этот запрос, он должен начинаться не с тонального крема, а с подготовки кожи. Очень многие, когда изучают тему макияжа или погружаются в макияж, начинают краситься, покупать косметику, смотреть блогеров, они выпускают самый важный, на мой взгляд, пункт макияжа, залог вообще успешного макияжа, это хорошо подготовленная кожа лица. И вот здесь я пойду нестандартным путем, как, наверное, большая часть визажистов, я вам расскажу о том, что база под макияж вам на самом деле не нужна. Есть несколько распространенных мифов макияжа, связанных с базой, но прежде чем вообще говорить про базу, вы должны понять, что есть грамотная основа под макияж. Грамотная основа под макияж это хорошая кожа. Что такое хорошая кожа? Это питание, привычки, образ жизни, уход. Давайте рассмотрим последний пункт более подробно. Если вы подберете уход грамотно под свой тип кожи, под ее задачи и потребности, то вы точно сможете побороться с имеющейся проблемой. Например, у вас есть сухость кожи и морщинки, вы покупаете тональный крем в ожидании, что тональный крем сделает вашу кожу гладкой и уберет все морщины, но тональный крем это не волшебник. Тональный крем придуман для того, чтобы выравнивать тон лица. Он не может бороться совсем одновременно. Но что может помочь вам в борьбе с этими морщинками и сухостью? Конечно же, качественное увлажнение кожи, какие-то дополнительные маски, дополнительное питание кожи, сыворотки с гиалуроновой кислотой, продукты уходовые в составе с коллагеном. Когда вы четко понимаете, чего хочет ваша кожа, во-первых, вы более беспроблемно можете подобрать для нее косметику, в частности, тональный крем это основная задача, у многих не получается найти тот самый идеальный тон. И, конечно же, вы сможете подобрать себе грамотный уход. Если ваша проблема жирность, то, например, ваше увлажнение должно быть легким, и у вас есть упор также на дополнительное очищение кожи, потому что жирная кожа, она более пористая, более быстро загрязняется, больше склонна к воспалениям. Поэтому, несмотря на то, что я вас буду учить краситься, я бы хотела заострить ваше внимание на том, что состояние кожи очень важный исходник в том, как будет выглядеть косметика. Чем лучше, чем более увлажненная, напитанная и беспроблемная кожа, тем, соответственно, конечно же, меньше косметики вы можете себе позволить использовать. Поэтому не забывайте о нескольких базовых процедурах ухода. Это очищение, грамотное, подобранное по типу вашей кожи. Тонизация, на мой взгляд, самый оптимальный вариант – это тоники без спирта в составе для любого типа кожи. И увлажнение. Сейчас мы более подробно углубимся в базы, мы разберем основные, я расскажу вам, объясню, почему нет смысла их использовать. Но прежде всего, я бы хотела еще дополнительно затронуть тему того, чем же все-таки можно готовить кожа к макияжу, если ты в поисках увлажняющего средства, которое подойдет в качестве основы. Начнем мы с тобой с кожи жирной, комбинированной, склонной к жирности и проблемной. Такому типу кожи, таким типам кожи необходимо более легкое увлажнение, которое не будет утяжелять, но при этом будет давать все-таки увлажнение кожи, потому что это огромное заблуждение думать, что жирная кожа или проблемная, ее нужно обязательно подсушить, увлажнять ее не надо. Увлажнение жизненно необходимо клеточкам кожи, и очень важно увлажнять любой тип кожи, как сухой, так и жирной. Просто консистенция, форма увлажнения будет разниться. Чем жирнее кожа, тем легче это увлажнение должно быть. И вот что здесь можно использовать в качестве основы под макияж, какие уходовые продукты. Различные эссенции, сыворотки, которые можно использовать в качестве самостоятельного продукта, когда ты хочешь применить эссенцию или сыворотку в качестве основы под макияж. Это легкие формы увлажнения, достаточно жидкие. Обязательно удостоверься, что производитель разрешает, условно говоря, использовать этот продукт, это средство в качестве самостоятельного. То есть, если ты видишь, что на коробке помечено, что после нанесения этой сыворотки на лицо нужно сверху нанести еще крем, то такой продукт не подойдет в качестве базы под макияж. Но если ты не видишь никаких пометок, или видишь, что данное средство можно использовать в качестве самостоятельного, то как раз-таки такую сыворотку или такую эссенцию ты можешь использовать в качестве базы, и она будет давать тебе нужное увлажнение. Например, я люблю использовать восстанавливающую эссенцию бренда РУ-3. Она достаточно жидкая, но при этом она хорошо увлажняет и восстанавливает кожу лица, и ее можно использовать в качестве основы под макияж. Также в качестве примера могу привести популярную сыворотку бренда Эстиллаудер, про которую знают многие. Ночная сыворотка, которая была предназначена для того, чтобы использоваться как ночной восстанавливающий уходовый компонент, но очень многие визажисты и блогеры стали использовать эту сыворотку в качестве основы под макияж, потому что она правда хорошо готовит кожу перед макияжем, создает вот то нужное легкое скольжение, при этом питает, увлажняет кожу, как бы ухаживает за ней, и не создает слишком жирный, плотный эффект от классических кремовых текстур. Теперь давай посмотрим, чем можно подготовить кожу сухую, склонную к сухости и нормальную. Хотя на самом деле нормальная кожа стоит где-то посередине, между жирной и сухой. То есть для нормальной кожи можно использовать и то, что, грубо говоря, любит жирная кожа, и то, что любит сухая, в зависимости от того, насколько она у тебя нормальная, потому что даже нормальная кожа периодически может немножко жирнеться, или наоборот немножко сушиться, или просто все зависит еще от твоих предпочтений. То есть если ты любишь более легкие уходовые продукты, то скорее всего твоя рука будет тянуться в сторону более легких средств. А если ты наоборот любишь более видимый эффект увлажнения, более насыщенный, то скорее всего тебе больше понравятся средства, предназначенные для сухого типа кожи. Крем-гели, крем-флюиды, то есть средства более насыщенного действия и более классической кремовой консистенции. Так, например, я могу посоветовать тебе такой крем-гель от Эльф. Он называется просто кремом увлажняющим, но на самом деле его текстура очень гелевая, достаточно легкая, то есть что-то среднее между классическим гелем увлажняющим и кремом. Этот крем я заказываю на iHerb, просто потому что мне там удобнее всего его покупать. Вы можете поискать где-то и в других местах, но ссылку с iHerb я вам тоже обязательно оставлю. И также могу в этой главе нашего видео для сухой кожи еще посоветовать крем бренда The Ordinary. Это такая сыворотка-крем, то есть тоже достаточно легкий продукт, который хорошо подойдет в качестве основы под макияж, но при этом свои ухаживающие свойства он не теряет, в отличие от классической какой-нибудь базы. Бренд The Ordinary и их сыворотка-крем с гиалуроновой кислотой. На самом деле это лишь малая часть баночек, которые я люблю для подготовки кожи к макияжу. Я просто хотела показать вам более наглядно, чтобы было понятней, чтобы вы могли ориентироваться в рынке и понимать, что искать, на что обратить свое внимание. И плюс кто-то, возможно, воспользуется моими рекомендациями напрямую, потому что я советую, правда, то, что люблю. Теперь давайте разберем кратко базы основные. И я расскажу вам, почему по большому счету нет смысла использовать их хотя бы на ежедневной основе. Почему я даже не рекомендую ежедневно использовать базы под макияж. Начну с того, что несмотря на то, что я профессиональный визажист уже достаточное количество лет, вы в моем арсенале, если бы открыли мой кейс, вы бы не нашли там огромное количество баз. У меня очень много как раз-таки уходовых продуктов разной консистенции. Более жирные, более легкие, более текучие, более густые для различных типов кожи. Но если мы говорим про базы под макияж, то здесь вот самые распространенные. Это матирующая основа под макияж. У меня такой даже сейчас нет, чтобы вам показать, потому что я ими, правда, не пользуюсь. Несмотря на то, что я обладательница жирного типа кожи, самый главный миф и заблуждение, что матирующая база, она вот прям делает матовость на весь день. Но люди с действительно жирным типом кожи, поднимите руки, знают, что на самом деле вот работу сальных желез, выделение себума, ну не остановить на 100% ни одним декоративным средством. Ни пудрой, ни базой. И, конечно же, здесь ключевую роль будет играть и влиять на стойкость макияжа, на то, как будет выглядеть тон лица, именно тональный крем, а не база. Ни одна база не способна продлить стойкость макияжа и сделать лицо наглухоматым на весь день, да даже там на 4-6 часов это очень сложно. С такими задачами пока ни одна база не справляется. Если у вас, правда, жирный тип кожи, и это не самовнушение. При таких вводных, на мой взгляд, покупать матирующую базу и тем более использовать ее каждый день нецелесообразно. Ни с точки зрения бюджета лучше потратить эти деньги на что-то более стоящее, например, на хороший тональный крем. И в том числе это может даже принести вред вашей коже, потому что любая база, как и пудра, которые призваны матировать кожу лица, имеет на нее подсушивающее свойство. Что это дает в долгосрочной перспективе? Чем больше вы свою жирную кожу пытаетесь подсушить, или чем более агрессивно вы это делаете, то тем больше ваша кожа начинает активнее работать и вырабатывать себу. То есть вы ее сушите, а она вам обратно, этот жир, грубо говоря. По моему профессиональному мнению, матирующая база это одна из самых бесполезных основ под макияж. Я называю это продукт «Цветая вода» святой водичкой. То есть прошлись по лицу, ну для собственного успокоения, этого будет достаточно. Следующий праймер, который стоит разобрать, это различные выравнивающие праймеры или праймеры на основе силиконов, что практически одно и то же. Сюда же можно отнести праймеры, которые заполняют поры, затирки для пор. Все они в основном дают какой-то, ну, едва уловимый, видимый эффект, и чаще всего ненадолго. Обычно они выглядят вот такие вот прозрачные, либо белесые, либо чуть-чуть розоватые. Вот у меня, например, есть выравнивающий праймер, я вот для работы использую бренда «Эльф». «Манли Про» тоже достаточно популярная база силиконовая среди визажистов. Я хочу сказать, что данные продукты вот очень актуальны для кейса визажиста. Потому что визажисту, особенно на начальных порах, начинающему визажисту, который собирает свой кейс, а это дело очень затратное, ему нужны какие-то продукты и средства, которые будут универсальными. Вот насколько это возможно, чтобы они подходили всем или почти всем. И вот в случае с силиконовым праймером, это тот праймер, который нанес, не думая, то есть подойдет любому типу кожи, немножко сгладит рельеф, минимально. Вот минимально, поверьте мне на слово. Здесь важно адекватно оценивать возможности косметики и понимать, что декоративная косметика не может решить какие-то существенные проблемы кожи, связанные с рельефом. С цветом может, а вот с рельефом пока ей это не подвластно. И если есть проблемы с текстурой, с неровностью кожи, то лучше идти к косметологу, к дерматологу, чтобы решать эти проблемы у него в кабинете. Если мы говорим про выравнивающую базу, то вот для визажистов это хороший вариант в кейс, потому что подойдет большинству типов кожи, слегка выровнит поверхность и создаст некую скользящую пленочку для того, чтобы в дальнейшем нанести тональный крем. Для себя, опять же, покупать эти средства я не рекомендую. Лучше пойдите и эти деньги потратьте на хорошее увлажнение, которое я советовала ранее. Потому что как раз таки увлажнение нужно каждому типу кожи. И каждую кожу увлажнение преображает в лучшую сторону. И ни одна декоративная база не может дать достаточное количество увлажнения для кожи, если сравнивать ее с уходовым средством. Также у нас на очереди увлажняющая база. Но здесь я даже разбирать долго ничего не буду. Я думаю, что если вы первую часть видео хорошо прослушали, то вы понимаете, почему увлажняющая база не нужна. Потому что помимо увлажнения, там еще куча насторонних компонентов, которые не очень-то и полезны для кожи. И плюс ко всему ни одна увлажняющая база декоративная никогда не сравнится с качественным увлажняющим уходовым средством. Поэтому нет смысла покупать увлажняющую базу, если можно пойти и потратить эти деньги на увлажняющий продукт два в одном, который, вспоминаем, и подготовит кожу к макияжу, и увлажнит ее. И последняя задачка на сегодня это база сияющая. Давайте сначала разберемся, кому это может подойти. База сияющая это декоративная база. Кроме сияния, как правило, она никакую функцию больше не несет. То есть придает коже подсвеченность. Кому это может подойти? Девушкам и женщинам старше 45 с признаками увядания кожи, сухости кожи или склонности к сухости. Такой праймер сделает вашу кожу более холеной, более свежей и, соответственно, более молодой. Также это может помочь обладательницам кожи сухой, склонной к сухости в любом возрасте, потому что даст визуальный эффект такой увлажненной кожи, как будто она напитана влагой, и вот это сияние, оно естественно изнутри. В целом данный праймер может применяться теми, кто просто любит эффект холеной, сияющей кожи, как будто только что кремушком намазала. Но ни в коем случае я не советую данный праймер девушкам с проблемной кожей, потому что сияние на лице подчеркнет всю текстуру и рельефность. Я, например, могу порекомендовать вам, обожаю, уже много лет использую в своей работе, базу бренда Sensai. У них очень красивый, тонкий, такой мелкий шиммер в составе, то есть она вообще незаметна, именно вот как крупицами сияющими, она просто дает свечение деликатное и единое по всему лицу. И одно из недавних приобретений, это база бренда Catrice, она также как раз-таки дает легкую подсвеченность коже. Но опять же, здесь я бы хотела дать поправку на не ежедневное использование, потому что когда косметики на ежедневной основе слишком много, это может сказаться и на внешнем виде макияжа, и на его стойкости. Поэтому данный праймер оставьте больше для каких-то парадных случаев, то есть когда макияж выходного дня, когда вы идете на какое-то мероприятие и хотите выглядеть максимально эффектно. И вот так незаметно наш урок подошел к концу, я надеюсь, что вам было интересно. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца, я надеюсь, что вдохновило вас на какие-нибудь новые подвиги и открытия в макияже. Если вам тема макияжа интересна, то у меня есть еще онлайн-курс, который вы можете пройти из любой точки мира, ссылку оставлю на курс внизу под этим видео, присоединяйтесь к нам, у нас очень интересно. Большое спасибо за внимание, всех люблю, обнимаю, целую, и увидимся в следующих выпусках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok